что ж здравствуйте дорогие зрители мы снова приветствуем вас с очередными матчами в рамках domination series групповой этап у нас и в общем то встречаются такие коллективы как next против unknown карту нас губаха ребята начеркали сегодня формат medium ну значит в общем то будем это смотреть комментируем сегодня для вас я люминесенс мой напарник влад и за картинку в ответе дмитрий 55 привет привет влад привет зрители да у нас конечно начинается опять ds очень и продолжается как вы заметили мы пытаемся и стараемся комментировать и показывать все бои первой лиги domination series и сегодня next и против анноунов один из за из интересных матчей хотя параллельный матч я думаю все таки будет немножко поинтереснее это не значит то что вы должны переключаться сразу же потому что здесь мы будем смотреть медиум и две очень прикольные карты по моему мнению для этого формата поэтому я думаю будет очень интересно ну слушай да губаха конечно прикольная карта по крайней мере я ее не видела не играл так навскидку года два и в общем то достаточно сложно сейчас будет ориентироваться но с кельном полегче кельна старая карта и в общем то 20 секунд остается ребята готовы к слову почему-то не записывает дроп ну ладно в общем-то и без него справиться так я сейчас последний проверочек сделаю да я думаю можно пока представить составы за анонов хост икст из лонса атерн снайп холи мэн авто им и хост икст и да в общем-то и вот у нас уже все начинается ребята из-за нэкстов довольно активно начали атаковать правда только сейчас я заметил что там довольно сложный подъезд красному флагу ну в общем-то да пытаются тем не менее ребята но в общем-то пока что немного у них получается словно карте очень много дропа вот что я заметил так а у нас и так понимаю было нарушение стопа уже сразу же на карте ну пусть у нас команды доигрывают да действительно очень быстро быстро ребята у нас нарушает правила ну ладно я думаю что доиграть все-таки действительно надо к тому же next и неплохо так тут пытаются уже атаковать хотя в принципе но край бейли стоит вообще по моему пассиве они отыграет он на шафте поэтому да поэтому все-таки он у нас актив да я думаю здесь у воздух придется ждать достаточно долго по крайней мере ребята из анонов вообще по моему не выезжают со своей базы по пока что у нас затишье на карте ну как новый зонт кстати на пули сейчас будет со своей смокой вместе с холли мэйном заходить на вражескую базу точнее на базу некстов и в дефе остается только бойни тксанокс но приезжает конечно легис еще но тут ему это вряд ли поможет да но тем не менее бойни тксанокс у нас на дэшке и в общем-то злонс у нас отправится благополучника на респ холли мэн уже отреспался я думаю что будет его ждать если у них такая связка работает но в общем-то не знаю посмотрим и легис с мэйби фами на пару будут пытаться также заходить в тф есть один пост ткс но их тут уже активно расстреливает я вижу снайпс ддшки да в общем-то не получилось у нас атаки от ребят из некстов хотя у легиса там в принципе выполни сейчас его двойные он мог бы наверное забрать возможно ставить под импульса но не знаю нет все-таки легис забирает правда далеко ему ехать и холли мэль на своей зиде лежит в полу минуса но легис сейчас будет уже на фул дропе ксанокс нет не будет он забирать тддшку оставляют они под импульса их слово а у твоим занимает совершенно правильную позицию для своей пушки для гаусса эту кемперку сверху и легис к слову уже очень сильно подожженный потому что с макана поджог решает и поэтому никакой атаки сейчас не будет да я думаю вообще мы мало атак с тобой за эти два раунда посмотрим ну так как я не знаю какую здесь надо организовать атаку чтобы она закончилась успехом часто терм пытался отвозить естественный импульс быстренько своим граммом отправил его на респ и зонс очередной раз уже на своем фуле будет пытаться штурмовать синюю тряпку вместе с холли мэном не знаю что у них сейчас получится тем временем next и также у нас в атаке но злонс на фуле холли мэн ему конечно сейчас не поможет но ксанокс сейчас должен поджечь следующим выстрелом вот он есть поджог и он заходит совершенно пустую базу забирает вражескую дашку еще добавок и всему я думаю он может даже в соло возить потому что но край baby конечно ему пытается помешать конечно если чего оникс который сразу же поджигает злон за но фуле мэн на своей сиди с хорошим устройством на лечение на на бот и насколько я помню выручается напарника и сейчас должны возвращать здесь конечно же аннуны и до возврат будет но значит доставки еще сложно но я думаю будет доставка до пытался здесь оттянуть куда-то бойник санокс но в общем-то по сути он сделал все что мог все что от него зависело и в общем-то вопреки моим ожиданиям да аннуны ставит у нас первый флаг спустя почти пять минут и ну next определенно должны чем-то здесь отвечать я кого-то только что видел на карте с дропом видимо был тобой никсанокс который уже практически нулевый едет но правда его сейчас очень быстро разберут легис на своем фуле также в очередной раз прямо как звон будет пытаться заходить правда нет есть у него изи дома и бифами еще бы не врезаться в стенке вообще бы просто цены ему не было к слову команда использует изида мы забыли это упомянуть вместо огнемета который мы к сожалению часто видим не знаю почему конечно но видим вот правильно сейчас делают именно и аннуны потому что если вы все таки используете смогу с поджигающими выстрелами устройства то одумает вам не нужен в принципе в команде изида будет более предпочтительные но хотя вот не такая зима поле мэн которая когда у тебя заходит в атаку два корпуса а твой дефер остается на ноль хп но повезло то что твоим здесь отреспелся и уже со своим гауссом разобрался холли мэн кстати не в первый раз уже грешит у нас полу минусами и в общем то ладно оставим его в покое есть от есть доход от легиса правда также он тут со своей зиткой я думаю что немного они сделки учитывая что злонс на своей dd-шки будет неплохо их обстреливать ну и легис остается один хотя бойница xanx также подбирает dh-ку будет он спешить на помощь к своему тиммейту и в общем-то аннуны все наверное сейчас напрягутся и попытаются тут еще xanx жены дашки встретят и там maybe for me это будет доставка практически на сто процентов я уверен даже если сейчас maybe for me сливают xanx на полных хп тут уже ничего не поделаешь и даже гаусс не спасает за счет 1-1 у нас в раунде да действительно 11 и кто-то сейчас скорее всего легис будет забирать очередную фулку но также нужна ему помощь в общем-то отлично он контролирует дроп но пока что я не вижу фула от злонга который также должен был уже где-то выпасть в общем-то ладно пока что атака от легиса отвлекается он здесь немножко не на те вещи но в общем-то ладно тем не менее доезжать до базы полимон здесь долго отправляться на респ так и происходит и просто сейчас нужно будет встреча до встречи определенно будет здесь есть но край бейби на своем шафте в общем-то импульс также немножко заблокирует и я думаю что будет у нас доставка но как-то очень очень плохие респа сейчас оказались у команды а но он и поэтому аккуратненько спокойно доставили у нас мексты но к слову гостекс это будет часто двойных на молоте своем заходить главное чтобы сейчас оникс смог поджечь вот сейчас должен быть выстрел с поджогом да вот он есть выстрел с поджогом и в принципе оникс в соуза дефит этого викинга двойного и почти увезли пал точнее почти у нас ксанок с лагом вниз но к сожалению она он и не дремлют все-таки этот флаг вернули слову них сейчас будут проблемы потому что терн забирает дошку нет и хотя вас пик это всего лишь вас пик но тут гаусс на дэшке а именно аута им но бой нет очень и очень сильно помогает сейчас мэйби фами успеете подобрать гостекс я успевает и тут борьба двух и зит и к слову здесь дуплетку бой нет ксанекса а у госта иксти это что на 5 выстрелов мол насколько я помню да в общем-то и хостекс также отвозит злон здесь его определенно встретит и я думаю что тоже будет доставка опять же все нексты пока что у нас на респах да будет здесь паровозе правда что и что делают они а потому что боялись шафта а понял понял ну в общем то ладно тем не менее они ставят счет у нас становится 22 я честно говоря думал что нексты здесь уже безоговорочно а победят и легис на фуле и тут как бы шансы на победу а вот если есть так будет играть то шансы на победу будут равны нулю конечно так отыграть но там к слову очень много еще сделал магнум на дэшке это а именно снайп который к слову сейчас будет увозить флаг и если его не уничтожить он в принципе может и доставить здравствуйте добрый вечер ваншотит он просто на край baby но импульс отлично минусует этого магнума вода но тут встреча огромная тут еще и даже а у твоим еще и дэшный шар здесь очень больно сейчас но легис должен вращать но не успевает а нет успевает да нормально да действительно успевает счет у нас останется 2-2 5 секунд до конца ну в общем то достаточно интересно у нас получается пока что бой единственное я тебя хочу спросить что там ребята писали насчет т.п. вот что это мы после матча все сделаем пусть они сейчас играют после матча разберем это все поэтому и сейчас никаких преждевременных решение не будет пусть играют хорошо пусть у нас ребята доигрывают еще один раунд на этой карте а потом возможно еще несколько на следующий посмотрим будут ли какие-то изменения я честно говоря не особо запомнил на чем у нас играют ребята их очень много ездит по большой карте достаточно сложно но одно из различий это то что зон со своей смокоин с поджогом играет на викинге а оникс в свою очередь в противоположной команде на хорнете вот одно из самых важных различий которые я заметил потому что по гауссу на команду есть по магному на команду есть насколько я помню или стоп по шафту есть сто процентов на команду а вот насчет магнума я не уверен до магному у них стоп не было но по шафту точно было по гауссу точно было по смоке было поэзиде было в принципе и вроде бы даже по рикошету это тоже не точно вот это сейчас будет кстати интересно стороны анонов насколько я вижу сейчас у них две викинга смоки с поджогом попробовать эта команда использовать две пушки одного типа тогда действительно зонс и и кто и он икс да по мнению не знали о них из предложенной команды гос да да хвост xd играет у нас на викинга смоках так но край бэйби взял кстати магнум вместо шафта насколько я помню он играл именно шафте и магнум здесь очень даже предпочтительный снайп очень много делает на магнуме уже не первый раз я замечаю этого парня именно на этой пушке поэтому сейчас важно будет занимать кемпер q для next of то именно это будет делать пока непонятно но я так понимаю либо импульс либо на край бэйби по-другому никак сразу попрошу и оператора нажать буковку р на всякий случай сразу посмотреть что у нас есть в начале раунда у команд и игроков и периодически тоже надо бы нажимать эту полезную кнопочку дабы не было никаких казусов да тем временем раунд у нас уже начинается хост xd на дашки будет пытаться ехать в атаку естественно даже не проехал там и пару метров в общем-то next и в свою очередь неплохи неплохой делегации тут собрались правда также быстренько легиса отправляет там на респа без легиса это так вообще смысла особого не имеет тем временем у next of есть дашка на базе легис уже судя по всему за ней выдвинулся и будет наверное собирать какую-то атаку я так понимаю гост переоделся с маке он взял все-таки опять молота и будет он стоять в дефе вот на устройство на 5 выстрелов мне кажется это немножечко неверное решение но не знает ли чего тебе здесь нужен эти баллонный молот это же самый дуплет более предпочтительный к слову сейчас легис будет заходить на двойных коробках в атаку при поддержке мэйби фами но и в дефе есть гост xd тоже при поддержке своей зиме холли мэна и легис должен отстреливать именно по изите правильно он пытается это сделать но его тут катают но поле ментал погибнет здесь но гост пока блокирует далее здесь можно теоретически отвести хотя слишком много он все сполнает уронов до от магнума сколько резистов мне интересно я вижу на ониксе я вижу на но край бэйби и все два резиста от магнума не маловато ли а нет на импульсе еще есть 3 все ничего не имею против но это отметить то что на обоих викингах есть резист от гаусса но нет от магнума которых очень много дэмэджи вносит надо бы подумать насчет этого либо к сануксу либо легису и все-таки сменить один из резистов чтобы один хотя бы был от гаусса другой от магнума но это лично мои предпочтения поэтому команды могут сделать иначе это понятное дело и к слову санукс заходит на двойных коробках сейчас больно к слову иксануксу хоть импульс выдавит хороший гаусс дтшный будет забирать к слову даже в разу дтшку да в общем-то импульс у нас есть на дтшке правда сейчас он скорее все отправится от авто и монорез да такой и происходит и есть дтшка на базе next of кто-то наверное за не должен выдвинуться скорее все это будет бойник санукс да так а тут к слову к падает поэтому огромные проблемы сейчас будут у команды 1 хотя пытаются дамажить и вот опять вот от магнуму нет резиста минус пол хп да действительно там снес достаточно большое количество хп бонит уже ну как сказать наполовину биты ему бы дождаться мои бифоном легис двойной еще отличный атака сейчас есть от команды почему-то я пытаюсь их специально назвать инвенципл слава богу не называют это не инвенципл да мои господа это на экстане снова увозят флаг и на этот раз я думаю ничего здесь не помешает потому что за лонзы здесь должны заблокировать импульс это делает хоть и уничтожают и зиду но все еще легис на пол хп возит магнум конечно отстреливается но тут есть к санекс добивают и зиду которая была последней на перехвате близко перехвату точнее и или господи next и ставит что ж такое да действительно ставят next и они инвенсибл и в общем то сейчас ответ на атаку будет пытаться продемонстрировать злонс есть ему там в помощь хост xd вообще много кто есть ему в помощь холли мэн здесь на своей зиде едет так это это уже не зида это уже огнеметы да в общем-то холли мэн переодевается с изида на огнеметы к слову зачем это устройство она конечно же не запрещено но зачем я не знаю такое я думаю то что обычный огнемет здесь предпочтительно выглядит предпочтительнее чем из поджога который сейчас на холли мэне который вот в принципе ничего и не сделал то есть к санекс двойной так как заходи так и заходит по моему и к слову гост ну вот сейчас в принципе не увезет никуда к санекс нет резист от магнума господи дайте резист от магнума продавим это предпочтительнее было бы холли мэна просто не переодевать изида я думаю что так наверное было бы лучше он бы сейчас смог помочь звонку который заходил там на фулах и в общем то возможно это бы увенчалась каким-никаким успехом а пока что 10 ведут next и в общем-то легис очередной раз с мэйби фами точнее уже без него пытается там заходить ну да а это это на серьезе то есть да но он и снимают смоку то есть смоки у них нет вот серьезно ни одного резистация не ладно 2 2 резиста от смоки ладно три резиста от смоки окей но ты поджигаешь здравствуйте господа ну смог он смогу снимать на рикошет серьезно это такое себе хотя бы вместо молота можно смогу взять ну не так от молота как раз много резистов было насколько я помню но сейчас я не нам не нам решать что будут надевать команды в общем то они играют и их право надевать то что они хотят под пускай понятное дело но это слишком странно но господа смока которая поджигает ну извините это достаточно жестко да сложно с тобой не согласиться и в общем-то она у нас здесь пытались заходить зонс на фуле опять же естественно ничего не сделал даже не доехал до флага хостекс я думаю что повторить час его участь да так и происходит и бой нет здесь также пытался от next of правда уже зайти на синюю тряпку но естественно также у нее ничего не получилось потому что одиночные заходы естественно увозом не заканчивается но вот понимаешь здесь очень сложно делать атаки какие-то массовые в несколько корпусов вот у next of получилось один раз зайти двумя двойными средними корпусами они вывезли и на этом пока закончилось все потому что без дропа увозить здесь практически невозможно к слову твинца берет бойник xonex и тоже решают снять смогу хорошо значит я в чем-то не шарю но они там фу господи оникс на смоке ошибся я у них просто не викинг на смоке играет то хорошо да пока что она нам также а жига появляется от мэйби морфоми вот вот что надо отметить изида снимается является жига но она с поджогом то есть вот next и понимают более-менее что они должны сделать на этой карте для победы а но он вообще потерялись то есть они по моему ни разу даже не подхватили флаг то есть большинство из них просто как-то рандомно катается по карте по крайней мере если взят взять того же eterno вообще мне сейчас не нравится его игра то есть он на шарте поехал в атаку лег в минусы в общем то на этом все закончилось приключение этого игрока зон ну я так понимаю next и стали в глухую оборону жига в дефе молод в дефе оникс центре в дефе импульс в дефе то есть атаки вообще пока никакой не планируется и к слову это может стать ошибочка я холимайн опять берет изида очень интересная игра зачем переодевался на жигу спрашивается потратила лишние две минуты зачем на дала команда решают да да пока что у нас хостик стив очередной раз пытается зайти скорее всего также опять даже не дадут взять флаг я так думаю да будет будет здесь блокать и в общем-то хост икси естественно отправиться на рез полимон доехать не успеет и в два вас я думаю то что они сейчас тут не вывезут и вот вот она жига мэйби фуме и здравствуйте добрый вечер вот он переоделся с этой зига и вот как надо играть нажить молодец гудки мне нравится сейчас к слову пытался возить у нас оникс но это все для них так потянуть время главное то что они выигрывают 1-0 и в принципе сейчас уже никакой атаки большой массовой от команды но он не будет вот два корпуса сходит что него сейчас сделано здравствуйте сейчас скажет мэйби фуме добрый вечер огнемет есть гост икс ти но он уже не успевает чисто физически пусть еще воникс поджигает да в общем-то растерялись немножко но он и на этой карте ну как по мне судя по игре то есть все об этом говорит они в общем-то проиграли у нас этот раунд и мы отправляемся на кельн к слову надо отметить то что если следующий раунд заканчивается победа и next of той с матч в целом закончится победы next of то есть ничья конечно поможет у нас команде но он и победа поможет чтобы мы посмотрели еще и четвертый раунд ну кель карта такая то есть тут надо уметь играть эту карту кто больше и он играл тот в принципе и победит не знаю мне кажется кельн играть как-то попроще по крайней мере из моего опыта там вывозят легкие корпуса но вот легкие корпуса они чаще всего вывозят из-за ошибок противника потому что чаще всего они увозят с тылов которые не смотрятся но у нас все таки я думаю первая лига которая удосужится смотреть ты вы это надеюсь почти уверен но посмотрев первую лигу мне кажется то что все таки тыловые заходы все равно будут все еще работать поэтому надо быть аккуратнее командам да причем я думаю что тыловые заходы будут в большинстве от команды next я не знаю почему просто у меня такое чувство я не то что хочу там принизить команда но но не знаю как-то next мне кажется немножко поувереннее чувствую слову next и очень молодцы в каком плане они выбрали правильный формат против анноунов которые не умеют играть медиум но не умеют они играть медиум если бы пошли next и light я бы призадумался на счет правильности этого выбора а вот то что не пошли медиумы сейчас они доказывают то что в принципе в медиуме не соперники анноуны пока что на карте губаха возможно возможно на кельне все изменится это не точно ждем мы ссылочку в общем и целом пока я нет слову противоположной встречи которые играют пингвины против элит сквадов играется формат сейчас скажу какой и возможно даже смогу сказать промежуточный счет формат медиум как по металлу элит сквады выигрывают 10 после первого раунда интересно но насколько у меня есть информация то что там играл не основной состав первый раунд и вообще сейчас скале постертьев но тут да тут не все игроки медиума на самом деле у пингвинов но к слову это первый раунд которые пингвины проиграли официально в этом турнире потому что до этого пингвина не проигрывали ни одного раунда поэтому или склады молодцы и как уже говорил к слову ваня эти команды то есть элит склады и пингвин единственные которые еще не проигрывали да ну ладно вернемся мы к нашему матчу у нас next и против анонов которые ссылки нет есть уже ссылкой все на карте давно а а почему почему дайте мне пожалуйста ссылочку про на у меня ссылки нет вы уверены в своем хорошо надо предупредить команды то что вот 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 так так сейчас пока что у нас идет подготовка к третьему раунду а че-то но он и не спешат готовиться по крайней мере четверо вот пятеро только их пока что на карте я уже об этом написал да интересно мне оставить и ребят у нас на этой карте и зиби вот это прям я очень хочу на это посмотреть потому что что я до этого смотрел какие-то бои но хотя это конечно были не двинейший сервис но в общем-то ребята ребята играют обычно довольно странными сетапами ну пока я страннее сетапов от саратова ничего не видел ладно не будем сказать о нем ну ладно конечно викинга гаусс в атаке на редалерте это мне надолго запомнится ну в общем то может сейчас ты увидишь здесь что-то что запомнится тебе гораздо больше в какую еще хуже сторону я надеюсь что нет кто знает кто знает сейчас конечно команда не на день какой-нибудь викинга шафт в атаку тогда да тогда у меня появится массу вопросов насчет правильности тактики и адекватности тактики но я надеюсь я практически уверен что все таки викинга шафта не будет а а другим так сейчас я сделаю а другим меня не удивишь поэтому как бы серьезно тебя можно удивить только викинга шафтом в атаке ну я думаю да блин крит ошибка пару мгновений ну а чем еще можно меня удивить не нарушая правила да ну на самом деле ну я ж не знаю чем тебя можно удивить ну вот вот ну просто вот надо подумать какие сочетания еще можно взять вот вот и все в принципе ну вот какие сочетания можно взять отлично не знаю на какие хватит фантазии тей можно ну просто я почти все видел вот только викинга шафта пока не видел конечно будет интересно да хотя хотя все остальное смотрится адекватно вот ну вот серьезно кроме вот викинга шафта и викинга гаутса мне для меня это непонятно остальное на викинге все смотрится нормально а на легких корпусах подавно ну ладно пусть пусть будет так будем ждать викинга шафта когда нибудь а а не викинга магнум вот вот это тоже будет очень интересно надеюсь такого не будет не знаю почему ты надеешься что такого не будет я можно было бы посмотреть нет нельзя это это слишком жестко это не контрится так же как викинга гаусс в атаке не контрится все все ладно все понятно ты не хочешь ничего интересного смотреть да я не хочу я хочу адекватные игры в общем то ребята у нас уже записывают дроп мы тут немножко заболтались а тем не менее остается 30 секунд и в общем то начнется бой у нас но пока что ничего интересного я не вижу по крайней мере викинга с магнумом с шафтом я не точно не вижу так в общем то происходит самоуничтожение у нас и дропа на карте не осталось у нас хотя есть дашка наверху у некстов за который уже выдвинулся бойнит на своей на своем твинсе вот в общем то ты посмотри как активно пытаются атаковать нексты они просто все поехали в атаку и тот же самый этерн на васпике ну почему ну почему вот я я вот говорил то что должны следить за своим депом я ошибался и еще разок я так понимаю да еще раз попрошу нашего оператора чтобы почаще нажимал кнопочку R я уже просил на этой трансляции но тут еще одна просьба появилась поэтому так желательно а это что у нас ну ладно ничего необычного это доставка от некстов да в принципе вот в общем то увозили неплохо у нас анонуны но получилось все ровным счетом наоборот ладно у аноновнов есть шанс реабилитироваться хост xd уже оттаскивает кто-то там блоков я к сожалению не видел кто и в общем то нужна встреча ну тут вряд ли что получится хотя мэй бифа а мэй бифа меня не дамажит ой какой больно магнул но crybaby сколько делает сейчас полезной работы господи парень сейчас в соу выиграл эээ доставку совершил не выиграл пока не выиграл но с такой игрой я думаю выиграет молодец на crybaby да действительно очень нужный выстрел он там выдал и в общем то я думаю что сейчас будет очередная атака от некстов опять я не знаю почему весь дроп просто оставляют под легиса то есть на карте составной атакер танкс так он должен помогать легису хелпер как говорится только легис вперед к победе мэй бифа ми должен кстати его лечить и в принципе а что делать вот что сейчас делать с легисом вот и что ну как бы есть конечно ответный увоз от ауто а ему потому что в дефе почему-то к станок не остался ладно он контролил конечно дашку в центре и сейчас наверное вернет вот по итогу флаг но если его сейчас смока подожжет вот что будет интересно хотя и так его добивают да в общем то ты говорил что скорее всего не будет у нас увозов на васпиках а тем не менее ну тут не на васпике был тут на харьке их было уже два между прочим у некстов потому что нексты не смотрят в деф от слова совсем мне вот поэтому это и не нравится я считал то что первая лига все таки в состоянии смотреть за своим дефом чтобы не было таких вот увозов но оказалось немножечко не так да не ну и пусть но край бэйби ты дэшный вот в чем сейчас будет проблема сейчас будет бабах больно бабах потому что баба бабах ну мимо ладно повезу немножко но край бэйби хотя вот сейчас будет ой 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 до свидания как говорится до следующей встречи к санекс хороший магнум опять но от но край бэйби и вот если импульс сейчас зайдет потому что ваншот и зиды пол хп у злонза и импульс сейчас будет заряжать своего гаусса по злонзу которого резисты к слову нет да но тем не менее злонз пока что стоит поможет ему там холли мэн и в общем то пока что у них все стабильно хотя есть бой нитксанекс надеюсь ему оставит ддшку мэйби фами я думаю он понимает да все прекрасно понимает мэйби фами но гуд гейм волплейт и сейчас будет опасная атака от некстов которая возможно превратиться в возврат но есть аута им ддшник который промахивается первым граммом по ониксу из-за этого сейчас может быть поджог очень неприятный но оникс решает ой 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 поджогом везет как и возврат доставка ну сейчас вот только повезло ониксу с поджогом холли мэн выходит почему-то четыре игрока остаются на карте от команды unknown как бы это не было бы гуд гейм волплейт или да в общем то действительно может это быть уже гуд гейм так как ну нет пока еще нет ну сейчас 5 человек на карте есть конечно вот unknown слон заходит но это 30 тут как бы и человек опять остается я так понимаю все-таки на этом все я просто жду пока сами об этом напишут у нас unknown да unknown говорят гуд гейм волплейт и да next выигрывает этот матч досрочно поздравляем их с тремя очками которые им сейчас настолько важны что просто нереально молодцы то у нас наверно там должен быть ключик да ключик есть это 32 19 3 2 1 9 и в общем то розыгрыш будет на параллельной трансляции насколько я подозреваю ну да потому что у нас еще здесь мы быстро достаточно закончили еще раз повторим ключик 32 19 это это